Рождество — это не только праздник, это еще и огромная прибыль. Музыкальная индустрия тут, кстати, не исключение. Из года в год мы получаем массу праздничных релизов, каждая из которых очень хочет войти в историю и стать классикой. Кто такие пентатоникс? И почему, когда речь заходит о современной классике Рождества, их материал одним из первых приходит нам на ум? Меня зовут Рамин, это канал Рамузыка, давайте расставим все по полочкам. Сейчас вам все расскажу. История пентатоникс началась с Кирстин Мальдональдо, Митча Грасси и Скотта Хоинга. Все трое учились в одной школе. Там же они впервые и объединились в трио для участия в вокальном конкурсе. Приз — встреча с актерским составом популярного тогда сериала «Гли». Так он стал мейнстримовым. В общем, ребята представили свою версию песню Lady Gaga «Телефон». Конкурс выиграть не удалось, но в школе на них обратили внимание. То есть крупные мероприятия — да, эти ребята будут там. В дальнейшем талант Кирстин и Скотта подкрепился обучением в университете. Лариса Дольна была бы в восторге. Учиться надо. Во время учебы в университете Южной Калифорнии Скотт Хоинг присоединился к группе акапелла под названием «Соукал Волкалс». Там от одного из участников, который впоследствии станет их продюсером, он узнал о шоу «The Sing Off» — телевизионное соревнование групп акапелла. Скотт собрал школьных друзей для прослушивания, но для участия нужны были группы из более чем четырех человек. Так изначальное трио превратилось в квинтет. К ним добавился бас Ави Каплан, его Скотт нашел через общих друзей, и битбоксер Кевин Олусоло. Его открыли благодаря Ютубу. Он уже успел завируситься с видео, где одновременно играет на виолончели и битбоксит. Собравшись буквально за день до прослушивания, группа в итоге выиграла шоу. 200 тысяч долларов и контракт с Sony Music воплотились в жизнь. У нас-то у всех много мечт, которые бы тоже хотелось воплотить в жизнь. Я, естественно, на Новый год всегда загадывал похудеть. Уверен, об этом мечтают очень многие. И сейчас первые шаги навстречу этому поможет сделать Фитстарс. И на самом деле не только первые, но и вторые, и третьи, и все остальные. Фитстарс всегда под рукой, это очень удобно. Можно тренироваться вообще когда и где угодно. Если вы долго для своего кошелька придумывали повод купить себе подписочку, ее не надо придумывать. Че, опять на себе экономим, да, получается? Почти 150 разных программ на любой вкус. 2000 тренировок. Сейчас вот периодически занимаюсь после того, как моей спине немножко все-таки получше стало, потому что гулять по 3 часа не вариант. Честно говоря, боюсь подскользнуться и сломаться вообще пополам. Ну и это удобнее тренажерок. Не нужно начинать вот искать зал, собираться ехать, мыться потом. Я сразу знаю, что есть Фитстарс, стелю коврик и включаю. Вы давайте не тормозите там и не откладывайте. У Фитстарс сейчас есть акция. Короче, покупайте безлимит на 3 года, можно в рассрочку. Тренируетесь и бесплатно забираете новогоднее комбо. Это фирменный коврик и умные весы, которые стоят почти 4,5 тысячи вообще-то. Нужно выполнить 25 тренировок. Они засчитываются до конца января. Вы все успеете. Правда, подключиться надо, ну, к этой всей теме до конца этого года, чтобы в акции поучаствовать. Если сделаете 10 тренировок, то отправят гайд про рацион и питание и диагностику от Диетологи. И все. И не надо толпиться в залах в начале года. Купили безлимит и 3 года ни о чем не думайте. Сразу можно готовиться к лету. Поэтому по ссылочке в описании переходите. И не надо меня благодарить. Надо гайд по подаркам, мне кажется, выпускать уже. Как я люблю Новый год. Спасибо, FitStars. Вы делали нас лучше весь этот год. Ну, а я давайте расскажу, что это вообще за название такое. Пентатоникс. Пентатоник – это лад, состоящий из пяти нот, который находится в пределах одной октавы. То есть пять солистов одного коллектива. Буква «Си» в конце была заменена на «Х». То есть пентатоник, пентатоникс. Благозвучность и отличительная особенность, не более. Соглашение с Epic Records – это подразделение Sony – у ребят так и не получилось. Лейбл, ну, просто отказался от них. Уверенности в продаваемости такого формата исполнителей не было. То есть танцевальная попса была в топе. Какие нахрен вообще акапелла-каверы? Денег лишних у лейбла на это нет. Видимо, разыгрывались только какие-то возможности подписать контракт и провести какие-то переговоры. Пришлось пробиваться самим. Дистрибьютор все же нашелся. Madison Gate Records. Sony пришлось как-то выкручиваться из ситуации. Они предложили хоть что-то, да, группе. Конкурс же выиграли. Но на промо и сильную команду там надеяться не приходилось. На выручку пришел растущий и перспективный YouTube. Был создан канал, где ребята выкладывали каверы и мешапы. Основными целями стали у них занять нишу Акапелла Групп, закрепить ее и выйти в мейнстрим. Если вы зайдете на официальный канал Pentatonix, отсортируете ролики от самых старых, там будут как раз все эти каверы. Древние, снятые с одного дубля. В YouTube ребята видели возможности коннекта с молодой аудиторией. Начало десятых, платформа вышла за рамки смешных видозиков. Теперь это огромная видеоэкосистема. Настоящая соцсеть с влогами, музыкой и кино. Джастину Биберу это принесло головокружительный просто дебют и популярность. Вывод очевиден. То есть главное начать. В начале десятых был отдельный период, когда все делали каверы. То есть таких серьезных проблем с копирайтом не было. Делали свои аранжировки, все соревновались в креативности. Это сейчас, понимаете, в TikTok пискнул там одну ноту. Аааа, и все, 500 миллионов человек поделилось и все заохали. Раньше снимали все полноценные воспроизведения. Это очень хорошо смотрели. Были вот даже миллионные какие-то инфлюенсеры, которые делали только эти каверы. Звали разных певцов, делали эти каверы. Или продюсировали, или сами пели все. Правда, мы все знаем, что каверы вторичные и карьеру на них как-то подстроить не получалось, да? Это же чужие песни. Но у кого-то получилось. Somebody that I used to know. Gangnam Style. We are young. Каверы на эти песни Пентатоникс стали вирусными. 2012 год. Дебютный мини-альбом с каверами в первой половине года. Во второй половине года — рождественский. Зашли два проекта. При том, что ребята по факту были независимыми артистами. Успех рождественской эпишки особенно отличителен. Это первый топ-10 альбомного чарта Биллбор. В YouTube их версия Carol of the Bells завирусилась, подобно тому, знаете, как сегодня ролики становятся трендами в ТикТоке. Возможно, тогда ребята что-то стали подозревать. Каверы на популярную музыку — это здорово, да? Но рождественская музыка стоит особняком и кормит не хуже. В 2013 году мир охватывает настоящая одержимость каверами. Это то время, когда влияние YouTube выросло настолько, что Биллборд стал учитывать просмотры с платформы в своей горячей сотке. Чего уж там визитные карточки номинантов на Best Pop Solo Performance на Грэмми 2014 года. Вместо оригинальных треков играют популярные каверы на них. Скотт и Мич создают еще один канал на YouTube — Superfruit. У них вдвоем химия была получше, видимо, еще и общие интересы. И они начинают пилить видосы, делать каверы, значит, на Троя Сивана, например. Он тоже был, кстати, в YouTube-тусовке этой. Они еще звали блогеров. Тори Келли тоже приходила. А на что же с YouTube? Я тоже на них был подписан. Они делали свои вот эти парные мэшапы. Например, мэшап песен Beyoncé. Это точно помню. Мы все им делились в ВКонтакте. Все это вперемешку с лайфстайл-контентом, с юмором. Кирстин тоже звали для мэшапов. В общем, своя была атмосфера у них. Даже свою эпишку суперфрутскую выпускали. Неплохую, кстати, послушайте. Причем от Pentatonix они не отделялись, да? Конфликта никакого не было. Это плюсом добавляло группе узнаваемости. Мы не забывали о ней как бы. А я еще знаю, о чем нам нельзя забывать. Год-то кончается, и на Озон проходит финальная предновогодняя распродажа до 25 декабря со скидками до 80%. Озон — это, конечно, сокровищница. Там, если начать искать, то можно кучу всего найти. Кто мои соцсети смотрит, знает я регулярно на Озон. Одежда, электроника, мелочи всякие для кухни, продукты, новогодние украшения. Все там можно купить, и время еще есть. Давайте успевайте, потому что вы не одни такие. Залазьте в избранное, и выкупайте, что откладывали. Обувь, косметика, да там все есть. Пункты самовывоза по всей стране разбросаны. Если вам нужно померить одежду или обувь, это можно сделать и оплатить после примерки. Можно и курьером до двери, если вам так удобнее. Миллионы отзывов, сортировка на сайте и в приложении просто идеально. Про Озон могу говорить часами. Сейчас вот жду специальные крючки, чтобы повесить оставшиеся украшения. Бокал недавно, вот, пузом разбил. Тоже жду новые. Сейчас самый удачный момент для покупок, поэтому по ссылочке в описании переходите. Ну, или по QR-коду на экране. Ну, а мы вернемся пока в 2013 год кавера. Именно в это время, 2013 год, любимчики Ютуба по-настоящему и выстреливают. Здесь нужно отметить успешные каверы, значит, на песню Radioactive, Can't Hold Us. Мешапы были The Evolution of Beyonce. Да, у Pentatonix тоже был мешап на Beyonce. Они его спели на шоу у Ellen, куда частенько звали на тот момент интернет-звезд. Say my name, say my name, when no one is around you. Say baby, I love you, you are running... Папури на песне Daft Punk, которая номинировали даже на Грэмми 2015 года за Best Arrangement, Instrumental or Acapella. Они тогда даже выиграли эту статуэтку, да? В ноябре, значит, они перевыпускают их рождественскую эпишку с парой новых треков. Один из них, Little Drummer Boy, благодаря новым алгоритмам вот этим билборда, попадает на 13-ю строчку Чарта Ход 100. Как следствие, в мае 2014 года ребята подписывают контракт с RCA Records. Забавно, да, что это очередное подразделение Sony, который поначалу не разглядел их потенциала, запихнув на какой-то малоизвестный лейбл, который почти ничего не решал. В чем секрет проекта Pentatonix? По факту этих ребят можно по-затоящему назвать интернет-звездами. Они стали первооткрывателями таких ярких, харизматичных и отличительных от оригинала каверов. Они стали воплощением поп-культурного тренда того времени, оригинальным музыкальным лицом YouTube. Но почему именно они? Здесь мы спасибо говорим телевизионному шоу The Thing Off. Ребята начинали канал на YouTube уже со своей аудитории, что им очень на первых порах помогло сильно. Это дало вот тот необходимый буст и помогло выделиться среди остальных каверщиков. Помимо этого, у них был уникальный подход к созданию каверов. Их главный инструмент — это голос. То есть это не просто, знаете, такая копирка с желанием перепеть оригинального исполнителя. Это же главная проблема каверщиков, да? Ксерокопия. Когда самого артиста не видно, мы слышим только тень оригинала. А здесь ребята показывали себя, просто используя для этого другие хиты. Стоит также отметить и материал, с которым они работали. Это были хиты того времени, которые помогли коллективу отхватить огромную аудиторию из фанатов этих песен. Ну или артистов. Это не протухшие вот эти вот для молодежи песни 80-х и 90-х, да? Да, тогда были более интересные песни вокально. А вы попробуйте вот из современного, как вы говорите, шлака сделать интересный камер, да? Если получится, тогда и нынешняя молодежь вас заметит. Так делали как раз и Пентатоникс. Ведь если песня становилась успешной, то вместе с клипом в топы взлетала и смешная пародия какая-нибудь на него, и вот классный кавер. Во втором как раз ребята были безупречны. Но почему каверы вообще в то время были популярны? Здесь нужно сказать огромное спасибо сериалу Гли. Хортон, или лузеры в русскоязычной адаптации. Сериал рассказывал о местном школьном хоровом кружке, как раз таки исполняющем каверы. Пик популярности этого проекта как раз пришелся на 2009-2012 годы, это первые три сезона. А каверы с него чартились по всему миру прямо. То есть 207 песен из сериала попало в Billboard Hot 100. Весь этот ажиотаж и любовь к каверам плавно перешли в YouTube, где Пентатониксы получили огромную долю своей популярности. Почему после подписания контракта с лейблом группе не удалось выстрелить с оригинальным материалом? У Пентатоникс за время их существования вышло два альбома с авторскими песнями. Self-titled, ну Пентатоникс он так и назывался в 2015 году, и The Lucky One в 2021. Первый альбом неплохо показал себя в чартах. В свое время он обошел, я помню, альбом Дэми Лавата, Confident. Была целая борьба за первую строчку фанатов этих релизов. Очень люблю этот альбом. Кому интересно, самая любимая песня у меня To The River, которой нигде нет, только на японской версии. Вот, причем я сам понимаю, что слушаю этот альбом нечасто, из-за того, что там нет музыки. Это уже чисто мое, да? Да, музыка создается с помощью ртов самих участников. То есть голос, инструменты, все такое. Но мне не хватает музыки. Я надеялся, что они вот впоследствии добавят инструментов. Большого авторского хита у группы так и не случилось. И, к сожалению, вот основной причиной стала та ниша, которую группа заняла. Они изначально подавали себя как каверщики и фанбазу сформировали на основе этого. То есть по итогу они стали заложниками этой самой ниши. Потому что впоследствии выяснилось, что при всей любви, знаете, к их проекту, никому не было дела до их собственного материала. Популярными становились именно перепевки песен, уже ставших хитами. Но даже эти каверы не сравнятся с тем, насколько успешной стала их рождественская музыка. Главной особенностью рождественских каверов, в отличие от обычных песен, является тот факт, что у этих песен нет лица. Чаще всего праздничные композиции, ну, это классика, которая ходит из рук в руки, перепевается десятками артистов. Поэтому, чтобы эта музыка стала популярной, важно не кто ее споет, а как ее споет. Кстати, секс наступяо! Приближается Новый год! Мои рождественские плейлисты доступны на Spotify, Яндекс.Музыке и ВК. Ссылочки ищите во всех соцсетях, под видео, может быть, даже тоже размещу. Длиннющие 6-7-9-часовые плейлисты, лучшие песни, которые слушаю я сам. Подписчики Boosty получили еще месяц назад их, уже давно слушаю, подписывайтесь вы тоже на Boosty. Там выходит все раньше, есть эксклюзивные розыгрыши. В общем, касаясь обычных каверов, как бы они не были хорошо исполнены, мы все равно будем отдавать предпочтение оригинальным трекам в своих плейлистах. Если вам нравится Taylor Swift, если вам нравится Beyonce, Ariana Grande или кто-то еще, вы будете слушать их треки, а не перепевки тех же Pentatonix, как бы они хорошо не были исполнены. Конечно же, найдутся и те, кто является поклонником такого формата, как кавер, но цифры и чарты не лгут, их не так много. Pentatonix отлично адаптирует рождественские песни под современный лад. Их вот эта работа с ритмом, подход к аранжировкам, грамотное разделение вокальных партий, воссоздание звуковых эффектов, посредством голоса. Все это придает трекам по-настоящему такую праздничную атмосферу. Легкую, непринужденную. Эту музыку действительно приятно слушать, и это дало новую жизнь рождественской классики, представив свежую адаптацию современной аудитории. В отличие от Mariah Carey и All I Want For Christmas Is You, Pentatonix делают акцент именно на свои альбомы. У них нет той самой главной рождественской песни, поэтому они берут именно количеством. Их первые рождественские релизы стали настоящими хитами продаж и классикой современной рождественской музыки. Это значит, их дебютник P.T. Eximas, альбомы That's Christmas To Me и A Pentatonix Christmas. Мне очень нравилась песня That's Christmas To Me еще в универе, ну и сейчас нравится, да? Я так хотел вообще сделать кавер, я нашел даже по голосам разбивку всей песни. Очень красивая, нежная, вообще железно в моих плейлистах, куча песен Pentatonix есть всегда. Причем подписчикам Boosty я дал мой личный маленький плейлист из песен, который я железно заслушаю в этом году, да? Там из Pentatonix есть очень трогательное Thank You. Там супер милые песни Kid on Christmas, Kid on Christmas с Меган Трейнер. И самая свежая Please Santa, Please. У них, кстати, у всех в аранжировке, помимо вокала, есть музыка, да? Это прямо сильно лично мне добавляет праздничный стиль. Очень крутые песни. Настоящее бессмертие группе подарил стриминг. Благодаря ему тысячи артистов получили возможность бесконечного заработка от своих главных хитов. То есть радио, да, и продажи дисков конечны, в то время как стриминг не стоит на месте. Цифры растут постоянно. Рождество и Новый год — это ежегодные события. Они сами по себе являются отличным контекстом послушать праздничные композиции, которых у Pentatonix накопилось за годы существования немало. И пусть популярность каверов со временем пошла вот по наклону и вниз, группе удалось отлично вписаться в эту вечно зеленую нишу. Как вы думаете, почему люди отдают предпочтение уже вышедшим композициям и так скептически относятся вот к новой рождественской музыке? Рождество — это праздник с традициями. Ровно как вот ежегодно мы наряжаем елку, обмениваемся подарками, мы также слушаем конкретные песни, которые для многих из нас стали олицетворением этого праздника. Можете послушать мою песню «Снег не тает», кстати. Ссылочку оставлю в описании, может, вам тоже понравится. Рождественской музыкой также считается и более религиозная музыка, да, про рождение Иисуса Христа и вот это все. Это, конечно, хор, это многоголосие. И это также причина того, почему песни Pentatonix так приятны уху в празднике и звучат довольно органично. Но даже они столкнулись с тем, что их новая рождественская музыка принимается хуже той, что была выпущена в их пиковые годы. То есть каверы на Mary Did You Know и Alleluia попадают в чарты из года в год, не дают шанс вообще обойти себя более свежим композициям. Но главным здесь все же остается то, что группу по-прежнему слушают. Кто там знает, может, их новая музыка спустя несколько лет станет классикой уже для следующих поколений. Ровно так же, как для нас спустя годы стал хит All I Want For Christmas Is You, который не столь тепло, кстати, приняли в середине 90-х. Но об этом уже как-нибудь в другой раз, если захотите, конечно. Pentatonix — это невероятно уникальный проект. Он доказал, что можно стать известными и вопреки рамкам, которые ставят лейблы. Группа стала настоящим открытием, открыв миру нишу каверов и акапеллы исполнителей, и показал, что такая музыка может продаваться и собирать неплохие цифры на разных площадках. Пусть группа и не сумела как-то проявить себя с авторским контентом, но их рождественская музыка и подход к ее созданию покорил весь мир. А теперь расскажите про себя. Про что вы хотите следующий ролик. Обязательно зачекайте весь плейлист по полочкам и образовывайтесь вместе с нами. Все-таки надо знать базу, ребята. С наступяо! Увидимся в новом видосе. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok